Весь мир крутится по спирали. Все, что когда-то было создано, исчезнет. Все, что исчезло в том или ином виде, возродится вновь. Не прошел этот факт мимо и нашей любимой вселенной Неверленда, и непосредственно самого факта существования ведьмаков, которые когда-то были светом в ночи беспробудного нападения монстров, или скорее даже меньшим злом, с которым приходится мириться, ведь эти бесстрастные, великолепные, одинокие и при этом внушающие страх и ужас мечники спасали жизни людей. Раньше их всех знали в лицо. Их всегда можно было встретить на большаке, и даже в самых отдаленных уголках этого мира они внимательно следили за тем, чтобы все монструозные испражнения сопряжения сфер были уничтожены. Но так было тогда. Сегодня я расскажу вам о том, как появились первые ведьмаки, а также кто и зачем их создал. Затем мы коснемся темы уничтожения ведьмачьих обителей и жуткой человеческой ненависти ко всему, что они не понимают. А также я расскажу вам короткую, но очень поучительную историю о последнем ведьмаке Школы Волка. Поехали! Привет, ковбои! Меня зовут Ивойс Ребус, и это просто канал об играх. Ведьмаки невероятны, причем в прямом смысле этого слова. Если не встретить такого живьем, то ни за что не поверишь в их существование и уж тем более в их силу. Более того, ни одна современная технология исследования или эксперименты мира Неверленд не могут повторить процесс создания ведьмака, ну или кого-то похожего на них. Мы либо можем встретить лишь небольшие мутации у животных, которые описывались в книге Сезон Гросс, либо каких-то невнятных мутантов из первой игры про ведьмака, которые по всем параметрам уступали последним. Так как же появились ведьмаки? Представьте себе состояние мира. Люди победили эльфов, заставив их уйти в горы или вообще в другие миры. Захватили их города и замки, строя на их основаниях свои поселения. Но при этом столкнулись с невероятным полчищем монстров, которых до этого каким-то образом сдерживали эльфы. Причем монстров было настолько много и они были настолько сильны, что выходить даже за стены замка было невероятно опасно, и нормальной управы на этих тварей не было. Кроме того, маги, чародеи и друиды, осознав всю силу магии, начали ей активно пользоваться, попутно призывая демонов и прочих тварей из других миров, а также экспериментируя со скрещиванием видов и мутациями, попутно создавая новые невероятные виды еще более сильных монстров. И вот, среди всех этих магов особенно сильно выделялся чародей по имени Альзур. Его имя знакомо и нам, так как он является создателем таких заклинаний, как Двойной Крест Альзура, Гром Альзура, Щит Альзура и Перрон Альзура. Весьма самовлюбленные названия, кстати. Но прежде всего в чародейской среде он был известен как рукотворный создатель монстров. По одной из легенд, создав очередное свое творение и не сумев его контролировать, а впоследствии и уничтожить, Альзур решил создать идеальных охотников за чудовищами. В итоге, спустя годы овладевания магией, исследований и изысканий в области генетики, несколько чародеев-ренегатов, в том числе учитель Альзура и, соответственно, сам Альзур, сумели разработать мутагенные эликсиры и усовершенствовать их до такой степени, чтобы они позволили при трансмутации человека улучшить многие его физические показатели, превратив того в идеального охотника на монстров. Неизвестно, правда, сколько времени занял сам процесс совершенствования процедуры до тех пор, пока подопытные не начали выживать хоть в каком-то количестве, и исследования, наконец, не увенчались успехом. Существует, кстати, даже теория, что данный эксперимент удался только благодаря помощи демонов и джинов, которых умел призывать и контролировать Альзур. Более того, возможно даже, что одним из таких демонов был сам Гюнтер Одим, ведь, как мы знаем, до Геральта только один человек смог воспользоваться услугами Гюнтера и после этого изгнать его в свое измерение. Возможно, именно поэтому повторить создание ведьмаков у современных чародеев не получается. В любом случае, вскоре первые ведьмаки начали покидать свою обитель и создавать себе легенду бессмертных воинов и убийц-чудовищ. Так началась эра ведьмачьего ремесла. Количество ведьмаков увеличивалось, а легенды о них и их свершениях до сих пор доходят на наших ушей, среди которых много и таких, которые выставляют ведьмаков демонами, бестиями и чудовищами, которых нужно бояться, избегать, а лучше вообще убивать. Это как в той самой дилемме. Если ведьмаки настолько сильны, что истребили некоторые виды монстров вовсе, а популяцию других поставили под угрозу в значительной степени обезопасив жизнь людей, то кто в итоге защитит этих самых людей от ведьмаков? Тем более, что при увеличении количества ведьмаков и сокращении количества бестий, работы становилось все меньше. Платили еще меньше. И ведьмаки стали подаваться в наемники и убийцы. И часто подолгу тусовались у деревень, что не нравилось их жителям. В свою очередь, как контрмера, даже появились весьма успешные охотники за ведьмаками. Одним из которых, кстати, был Бонарт. В итоге, это все привело к тому, что необходимость в ведьмаках сильно упала. А накал озлобленности против тех, кто не такой, как обычные люди, возрос. В разных уголках мира были совершены нападения на все ведьмачьи школы, крепости и обители. Мы, к сожалению, мало знаем о других нападениях. В играх и книгах лишь упоминается о том, что некоторые школы тоже были разрушены. Будь то школа кота или змеи. А ведьмаки из них подверглись гонениям. Но первоначальная лона ведьмаков. Крепость Кайр Морхен была практически уничтожена армией фанатиков. Считающих ведьмаков безбожными выродками, чернокнижниками, похитителями детей, просто проклятыми и существами противными природе. Кстати, ров у входа в Кайр Морхен, густо усеянный человеческими костями и черепами, до сих пор является напоминанием тех дней, когда подстрекаемые клеветой и ища врагов люди, решили преподать служителям зла и омерзительных извращений урок. Урок был преподан. И оставшиеся в живых запомнили его на всю жизнь. Событию, кстати, помимо прочего, предшествовало и появление произведения монструм или ведьмака описания, написанное в ярко выраженном негативном ключе, в котором простой люд всячески подстрекали на нападение на ведьмаков, что в итоге и случилось. В результате битвы погибли все чародеи и почти все ведьмаки, включая испытуемых. Не пощадили даже самых младших учеников. Выжили только те, кто в момент осады был не в крепости. Кстати, о данной осаде до сих пор ходит множество легенд. Ведь даже большой толпе крестьян должно быть достаточно сложно ворваться и разрушить крепость, в которой находятся обученные ремеслу убийства ведьмаки и кандидаты в ведьмаки. Та информация, которая так или иначе проскальзывала в книгах и играх, говорит нам о том, что именно чародеи фактически подстроили истребление ведьмаков, всячески подстрекая простой люд и впоследствии активно помогая им, начиная от тайного привлечения наемников и выдачи оружия, заканчивая магической поддержкой. С того времени Каэр Морхен больше не обучает ведьмаков и по сути является пристанищем лишь немногих оставшихся в живых ведьмаков, обреченных на медленное вымирание. Тем не менее, упоминается, что даже после разорения крепостей, оставшиеся в живых ведьмаки, иногда брали учеников и обучали их фехтованию, акробатике, монстрологии и другим тайнам ремесла, готовя их таким образом либо к охоте на чудовищ, либо просто к жизни. Пример тому может быть Цири, однако таких рекрутов нельзя назвать настоящими ведьмаками. И вот почему. В эпилоге первого ведьмака нас, непонятно зачем, знакомят с персонажем по имени Лео. Лео – это один из жителей Каэр Морхена, сирота, жертва войны, как и большинство ведьмаков, и фактически является самым младшим из всех представителей цеха. На груди у него красуется медальон Школы Волка. Он вроде как умеет использовать ведьмачьи знаки и даже может пережить прием отвара Рафарда Белого, хотя еще не прошел ведьмачьи мутации. Его глаза как у обычного человека, а тот факт, что он сумел один раз ударить отключенного Ламберта, подается как невероятное событие. В итоге при нападении на крепость Каэр Морхен, один из антагонистов игры Профессор, стреляет в Лео из арбалета. Обычный ведьмак сумел бы отбить болт, ведьмак Лео даже не успел увернуться. В итоге пробитая легкая и кремация с почестями. Смерть, которую можно было бы избежать, если бы Лео не считал себя ведьмаком. Мне кажется, что этого персонажа добавили в игру только чтобы показать разницу между теми ведьмаками, которые были созданы до и после осады на Каэр Морхен. Лео, безусловно, не так прост. Умение применять знаки и пить эликсиры тому подтверждение, но и ведьмаком он не был, тем более последним ведьмаком Школы Волка. Все последние ведьмаки Школы Волка, к сожалению, погибли еще во время осады на крепость. А самым младшим в итоге, как был, так и остается Ламберт. Теперь вы знаете историю создания истребления ведьмаков. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то поддержите его лайком и комментарием, а меня подпиской на канал. Также советую посмотреть 10 фактов о мутациях и 5 шагов о том, как стать ведьмаком. Ссылочки будут в описании. Если я что-то упустил в своем рассказе, то напишите об этом в комментариях под видео, и я постараюсь восполнить пробелы в ближайшем ролике. Ну а мы увидимся в новом видео уже очень скоро. А пока на этом всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok